Первый триместр беременности по праву считается самым важным и ответственным, определяющим дальнейшее течение беременности. Именно в этот период ребенок проходит огромный путь от одной клетки с полноценным набором ДНК до сложного организма маленького человечка, у которого уже есть все внутренние органы и системы. Именно первый триместр беременности порой выдается очень сложным, и тогда женщину остро интересует вопрос, а когда собственно этот мучительный период закончится. Первый триместр также называют ранним периодом гестационного срока, он начинается с первой недели и завершается 13 неделей беременности. Самый распространенный вопрос, от какого времени вести отсчет? Женщины часто думают, что беременность начинается с момента зачатия ребенка, фактически так оно и есть, но срок фактического существования плода называется эмбриональным сроком, а беременность принято исчислять от первого дня последней менструации, таким образом в первые две акушерские недели беременности ребенка еще нет в помине, и только на пятой неделе женщины обычно делают тесты на беременность по случаю задержки месячных. Так, акушерских недель в одном акушерском месяце ровно 4, а самих акушерских месяцев в беременности не 9, а 10. Если считать календарными месяцами, которыми оперировать куда привычнее и удобнее, первый триместр включает в себя первых 3 месяца беременности. Заканчивается он в 13 акушерских недель беременности с 14 недели, начинается второй триместр. Пока идет органогенез, процесс закладки органов и тканей плода, малыш невероятно уязвим для любых негативных воздействий, как внешнего, так и внутреннего происхождения. Нарушение процессов на клеточном уровне может стать причиной пороков развития гибели эмбриона и выкидыша. Поэтому первый триместр считается самым опасным и самым критическим. Организм женщины перестраивается, адаптируется к новым условиям работы с учетом развития новой жизни в утробе. А потому нередко примерно у 8 из 10 беременных именно в первом триместре случается токсикоз, который проявляется непереносимостью определенных запахов, тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита, головными болями. Даже если токсикоза нет, женщины чувствуют изменения и проявляются они, как правило, повышенной утомляемостью, сонливостью, изменением аппетита в ту или иную сторону, изменением вкусовых пристрастий, частой сменой настроения. Малыш за первые 13 недель проходит огромный путь от одной клетки до полноценного организма. С конца пятой недели у него начинает биться сердце. На шестой образуется нервная трубка, которая к 13 неделе разделяется на головной и спиной мозг. На седьмой неделе формируется позвоночник, растут руки, на восьмой неделе появляются крохотные пальчики. С девятой недели малыш начинает активно двигаться. Закладка органов завершается к десятой неделе, и с этого момента ребенка называют плодом. Все, что будет происходить в оставшиеся месяцы беременности, будет уже основано на том, что заложено в первые три месяца. Малыш будет просто расти и набирать массу. Легче пережить первый триместр и обезопасить малыша от негативного воздействия вредных факторов в этот период помогут следующие простые советы. Исключите спиртные напитки, безалкогольное пиво, оно тоже содержит небольшое количество алкоголя, курения и психотропные вещества. Не принимайте никаких лекарств без ведома врача, старайтесь избегать даже поливитаминных препаратов. Избыток витаминов в первом триместре способствует формированию пороков у плода. Уделяйте сну и отдыху должное внимание, беременной будет куда легче пережить трудное время, если она будет спать не менее 8 часов в сутки. Организуйте свое питание правильно, ешьте дробно маленькими порциями до 6 раз в сутки. Насыщайте рацион всеми видами необходимых веществ и жирами, и белками, и углеводами. Ешьте мясо и рыба, животный белок является структурным материалом для плода. С 8-9 недели увеличивайте количество кальция, поскольку на этом сроке начинается постепенная минерализация костей скелета плода. Исключите жареные, жирные, копчености, газированные напитки, специи, кетчуп и майонез, а также обилие сахара и сладостей. Встаньте на учет, как можно раньше это поможет вовремя заметить возможное осложнение пороки развития плода. В любой ситуации сохраняйте позитивный настрой, исключите общение с неприятными людьми, старайтесь читать и смотреть только хорошие новости, книги и фильмы. Это поможет справиться с перепадами настроения и депрессией, которые развиваются на фоне воздействия прогестерона. Сделайте все возможное, чтобы не заразиться гриппом, орви, краснухой, ветрянкой, корью и другими инфекционными заболеваниями, ведь вирусы могут вызвать тяжелые пороки развития плода, порой несовместимые с жизнью. Держитесь подальше от многолюдных мест от общественного транспорта в час пик. Если почувствовали себя плохо, не стесняйтесь прослыть паникершей, обращайтесь к доктору, ведь самолечение очень опасно для мамы и плода. Наберитесь терпения, если есть токсикоз, второй триместр обычно приносит облегчение.